друзья если у вас дома есть картошка молоко лук морковка яйца то можно приготовить очень вкусный завтрак такие картофельные блинчики с начинкой для начинки мне нужно 5 яиц я уже поставил отваривать они уже закипели пускай еще покипят также для начинки мне понадобится лук морковка и эти вареные яйца соль перец по вкусу для блинов мне понадобится 2 яйца 3 картошки 120 грамм муки 300 грамм молока 2 столовые ложки растительного масла пол чайной ложки соли пол чайной ложки сахара пол чайной ложки молотого чеснока ну чё поехали я в миску я вывел два яйца добавил пол чайной ложки соли пол чайной ложки сахара пол чайной ложки молотого чеснока немножко забью и налью 300 грамм молока 300 грамм молока размешаю с этой с яйцами выливаю сюда 2 столовые ложки растительного масла и 120 грамм муки все это хорошенько венчиком взбиваю чтобы у нас не было комочков от руки чтобы все было такое как для блинчиков тесто так сбили оставим в сторонку и теперь на мелкой терке вот на такой мир к мелкой терке натираем картофель картошку мы натерли и сразу добавляем ее в тесто не будем ждать пока она потемнеет а то что если она поставит она сразу темнее становится нам надо чтобы она была белая красивая добавляем тесто и сразу же ее венчиком размешиваем получается такая картофельное тесто для блинов вот такое тесто у нас получилось и у нас постоит пока мы начнем готовить нашу начинку для начинки выберем одну луковицу нарезаем ее мелкими кубиками и одну морковку натираем на терке на крупной терке в тесто мы также нарезаем мелко укроп потому что что лучше для картошки самая хорошая зелень для картошки это укроп у нас блинчики картофельные получаются и укроп мы добавим немного грамм 10 мелко нарезанного я думаю этого хватит нам получится вот такое красивое тесто с зеленью сейчас мы поставим сковородку блинную на плиту и будем делать наши блинчики я поставил сковородку теперь я ее смажу немножко чуть-чуть маслицем без запаха таким растительным маслом я думаю сковородка нагрелась и теперь я буду вот эту массу сюда выливать блин перед каждым блин мы помешиваем тесто чтобы картошка не осела вниз перед тем как переворачивать блин мы его немножко делаем свободным освобождаем чтобы она неприлипший был и и и в эту же сковородку я налил масло и буду обжаривать лук с морковкой с первым я брошу сюда лук пока он станет прозрачным потом брошу морковку лук с горкой пока у нас морковка с луком обжаривается я уже почистил яйца и теперь я мне их надо размять чтобы размять я беру вот такую штучку картофелин который толкаю и буду вот так их вот так вот лук с морковкой уже зажарились получилась такая зажарочка готова я выключаю плиту и теперь я эту зажарочку отправляю сюда чашку с яичками все это хорошенько перемешаю какая ароматная краска теперь надо проверить на соль на перец чуть-чуть надо посолить вот такая вот начинка хорошая получилось у нас конечно можно делать разную начинку еще хорошо получилось сюда если вы мелко нарезать грибочки пережарить было бы вообще замечательно теперь я приступлю блинам получилось последний блин у меня вот такой вот инвалид не хватило мне ну ничего я вот так его заверну хоть и инвалид но со мной вкусный блинчики такие крепкие нормально можно заворачивать они не рвутся эластичные такие кое-какинь а а а м м м м Продолжение следует... Вот такие блинчики получились у меня. Их можно сейчас обжарить на сковородке, на сливочном масле. Сейчас, что мы и сделаем. Сковородку вот так смажу сливочным маслом. Растопил я его. И сюда буду вкладывать блинчики вот так швом вниз. И буду на медленном огне так обжаривать их с двух сторон. Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, у меня вот такие вот блинчики получились. Они все румяненькие, обжаренные на сливочном масле. С вкусной начинкой. Желаю вам всем приготовить и попробовать. А я на этом закончу этот ролик. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира во всем мире. Удачи. Кто не подписался, подписывайтесь. Заходите на канал, смотрите. Комментарии оставляйте, ставьте лайки. Будьте активными зрителями. А я с вами прощаюсь. До свидания. Пока-пока. Пока-пока.